Здравствуйте, друзья! Вы смотрите LoftBlock и это четвертый урок курса SEO простым языком. Меня зовут Рафик Фрешат и я максимально простым языком буду рассказывать, как продвигаются сайты. Прошу прощения за долгое отсутствие. На прошлом уроке мы с вами создали семантическое ядро для низших стеклоблоков, а сегодня я расскажу, как применять семантику для страниц сайта. Начнем мы с того, что страницы сайтов имеют свою важность. Например, главная страница для поисковых систем является самой важной. Второстепенные страницы сайта, находящиеся от главной в одном клике, тоже являются важными, но менее важными, чем главная. Страница, находящаяся в двух кликах от главной, тоже будет важной страницей, но менее важной, чем две предыдущие. То есть, чем глубже или правильнее было бы сказать, дальше от главной страницы находится продвигаемая нами страница, она считается менее важной и ее сложно продвигать. Это значит, что продвигаемые страницы желательно располагать как можно ближе к главной странице Таким образом, самый высокочастотный запрос из семантического ведра мы будем распределять на самые важные страницы сайта, то есть главные Однако так происходит не всегда Бывает, что высокочастотных запросов бывает очень много Как на схеме справа А по логике мы не должны распределять много запросов на одной странице Тем более, если это наша главная страница В идеале на одной странице продвигается 1-3 запроса В этом случае мы поступаем следующим образом Главная страница у нас продвигается по бренду Часто этот запрос бывает низкочастотным А страница второго уровня по всем важным запросам Тут, думаю, все понятно Давайте сейчас перейдем к распределению запросов Как я уже говорил в предыдущем уроке, ключевые слова необходимо распределить по странице продвигаемого сайта Давайте коротко, чтобы было понятно Рассмотрим на примере моего сайта Так как сайта о стеклоблоках у меня нет То есть я не продвигаю сайта стеклоблоков А уже в следующем уроке перейдем конкретно к статистике со стеклоблоками Что мы с вами сделали Главная страница моего сайта продвигается по таким запросам, как создание сайтов, продвижение сайта в Уфе Вот то, что сейчас мы видим в поисковой системе Подсвечено создание сайта в Уфе, продвижение сайта в блока SEO Это заголовок сайта, то есть title Его можно увидеть как в поисковой системе, так и во вкладке Если посмотреть, вот здесь во вкладке есть у нас этот заголовок Заголовок, то есть title, включает в себя ключевые слова И создание сайтов, и продвижение сайтов На самой странице мы этот заголовок не видим, то есть его здесь нет Он только либо в поиске, либо во вкладке Далее переходим к тегу, к заголовку, к заключенному в теге h1 Вот этот заголовок, создание сайта в Уфе Если посмотреть, сходный код Здесь написано создание сайта в Уфе И сам заголовок заключен в тег h1 Этот тег h1 должен повторяться на сайте всего один раз То есть открывающий тег h1 и закрывающий h1 Как видите, и в title, и в теге h1 есть ключевое слово Переходим к тегу h2 Если ниже спуститься по моему сайту, видим, что продвижение сайта заключено в h2 Сейчас посмотрим код Вот, h2 То есть тоже содержит ключевое слово Далее, картинки У нас есть на сайте, вот, в самом тексте две картинки Эта картинка и вот эта Смотрим тоже, просмотреть код Видим, что ваш, вернее, в картинке есть атрибут alt И в атрибуте alt тоже содержится ключевое слово Продвижение сайтов С атрибутом alt нужно быть аккуратным Ни в коем случае нельзя поставить, к примеру, картинку с обезьяной И написать продвижение сайтов Но это будет нелогично А за это можно получить от поисковой системы по шапке Ну, то есть сайт понизится в поиске Далее смотрим по тексту ключевые слова Тоже как распределили Нажимаем ctrl-f Набираем создание Видим, что у нас по тексту есть создание Создаем Создание сайтов Создание сайта В различных словоформах Создать и так далее Продвижение тоже Продвижение тоже есть Продвижение здесь Подробнее продвижение и так далее Есть, кстати, видео На странице Тоже с заголовком создания сайтов В эфе от jbukv.com Вообще, чем более насыщенная будет страница То есть есть текст, есть заголовки, есть видео Есть списки Тем лучше для продвижения этой страницы Особенно это касается информационных запросов К примеру, поисковая система видит, что Вы пытаетесь полностью раскрыть тему И это здорово То есть вы получаете некий кредит доверия от поисковой системы Далее метатег description У меня, к сожалению, метатегов этих нет Но метатег description Кейвардс он практически не играет уже роли Никакой То есть у меня на странице его нет А метатег description Он может влиять на формирование сниппета Сниппет это вот такое описание Под заголовком Что касается содержания фразы в доменном имени У меня этого нет Но это, в принципе, нормально Это не обязательно Но было бы хорошо, если бы была фраза в доменном имени Имейте в виду На этом, пожалуй, все В следующем уроке мы разберем Как формировать title и h1 На основе нашей статистики по стеклоблокам Спасибо за внимание С вами был Рафик Фрешат До новых встреч